Продолжаем выпуск. Безбарьерная среда и социокультурная реабилитация инвалидов. Специалистов сферы культуры, музеев и библиотек сегодня обучали методом работы с незрячими посетителями. На примере музея Борисова. Онлайн-трансляция для всех музейных и библиотечных сотрудников области. Безбарьерная среда должна быть везде. Потому что у незрячих людей одно восприятие города, у зрячих людей другое восприятие города. И когда вот эти восприятия, они совмещаются, появляются новые идеи, новые проекты. Это экскурсии от незрячих, это экскурсии для незрячих. Это проекты в сфере исследования звуков города. Это проекты в сфере тактильного ощущения городского пространства. Спикеры, известные в стране разработчики концепции социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами. Сергей Ваншин, реабилитолог, директор института Реакомп и музей-вет Государственного Дарвиновского музея Ольга Ваншина. Помочь музеям Архангельского, Архангельской области и города сориентироваться в отношении работы с маломобильными посетителями, укрепить их уверенность в том, что они способны эти задачи решать эффективно и при минимальном затрате средств. Деньги, большие тут не очень нужны, нужно желание и преодоление отношенческих барьеров по отношению инвалидов всех категорий, особенно слепых. Ведь слепые в музее ничего не могут потрогать или очень мало чего могут потрогать. В последнее время культурную среду максимально приближают для мотивации к активному образу жизни посетителей с инвалидностью. На рамках национального проекта у нас модернизировано уже 97 объектов культуры и практически везде созданы такие условия. Устанавливаются пандусы, делаются санитарные комнаты, устанавливаются тифлокомментарии. То есть, если это картинная галерея, то нужны подготовленные тифлокомментаторы. Учились три недели почти без выходных. Это очное обучение в Москве. Ну и плюсом, действительно, вебинары, домашние задания еще до занятий. Результатом семинара стали практические рекомендации, направленные на то, чтобы культурное пространство становилось по-настоящему общим. Алексей Макеев, Денис Линчевский, Регион 29.